Вы быстро можете использовать это время, чтобы только что уже завершили действие. Как здесь объясняется это всё? Оно может выражать действие, совершившееся как непосредственно перед моментом речи, так и в более отдалённое время в прошлом. Так вот, если вам объясняют вот так, то вы в осознанном знании, вы в момент говорения будете вспоминать, может ли это выражать действие, оно совершилось как непосредственно перед моментом речи, или оно час назад завершилось, или оно месяц назад завершилось. Я это вижу, я учу этому, я вижу на людях, что они начинают спрашивать, а вот как завершилось? Может, а если это день назад, оно завершенное считается или оно простое время? А если это минуту назад, оно уже завершилось или я могу просто прошедшее время использовать? Понимаете? Это понятно, вы задавайте вопросы, если что. То есть мы берем прошедшее время и настоящее завершенное. Прошедшее время — это я сделал. I cooked — я приготовил. Завершенное — I have cooked — я только что приготовил, я только что завершил действие. Так вот, казалось бы, просто, но у студентов возникают вопросы, а вот если день назад, а если месяц назад, а можно ли? То есть это все запутывает, поэтому вы очень медленно говорите, очень долго, а кто-то вообще никогда не говорит, потому что ведется в поле осознанного знания, то есть вам даются грамматики. Вы что будете думать, непосредственно перед моментом речи завершилось действие или в более отдаленное время в прошлом оно завершилось? Что такое более отдаленное время в прошлом — это понятие растяжимое. Вот это неправильное объяснение ведет вас в тупик, и поэтому вы очень долго думаете, но это именно тех, кого неправильно учат. Вот, поэтому нужно учить вне осознанного знаний. И как мы это делаем? Это очень легко, это прекрасно, и у всех прекрасно получается. Поэтому, знаете, если вам объясняют грамматику с помощью этих объяснений, вы пока вспомните, что это произнести было, вы пока вспомните, как оно используется. Пройдет очень-очень много времени, и вы просто будете в основном тормозить на уроках. Как это я вижу, на некоторых людях они приходят, полтора года-два отучились, и они так медленно говорят, либо вообще не говорят, либо знают один процент от того, что могли бы выучить сто процентов. Понимаете? Вот, дальше. На осознанном знании вам даются названия правил, названия грамматик и сами грамматики. Вам нужно вспомнить, какая грамматика, где используется, как используется. И, соответственно, пока вы вспоминаете, я могу точно сказать, что пока вы вспоминаете, вам начинает это не нравиться, вы считаете себя каким-то тупым. Я это часто слышу, к сожалению. И все, и просто забрасываете это дело, и не учитесь. Вот так, получается, русский язык такой могучий, такой сложный, и люди, зная русский и могучий, сложный язык, они вообще не могут элементарно в английском выучить, только потому, что неправильно подается материал. Мы учим на неосознанном знании здесь, в Our English Club, просто на интуиции. Это очень легко, все, что дается в этих книгах, это то, чтобы вас запутать. Но, может, они не специально это делают, но, в общем, они неправильно все это объясняют. Ну, а как объясняется грамматика в учебниках, которые выпускаются многомиллиардными, многомиллионными тиражами, очень известными нашими издательствами, которые выпускают книги на английском языке, для того, чтобы люди изучали английский язык, то это просто катастрофа. Здесь все неправильно объясняется. И сделаны эти книги универсально для просто вот, ну, есть английский язык, вот у нас вот так, а вы как хотите, так и понимаете, со своими мозгами, со своей другой структурой языка. Поэтому эти учебники, которые выпускаются, я не говорю про все учебники, есть учебники очень интересные, там насыщенная лексика, вокабуляр, и уже зависит от преподавателя, как вы выучите. Вы не думайте, если учебник интересный, там много слов, вы их выучите. Главное, как преподаватель развернет, повернет урок, чтобы вы их выучили. Так вот, как объясняется грамматика? Она просто никак не объясняется, она просто здесь написана, и здесь даже не дается объяснить. Здесь в чем проблема? Здесь просто дается так, чтобы вы заучили. Но в языке настолько много разных ситуаций. Настолько много разных моментов, что вы никогда не подгоните то, что вы хотите сказать, свои мысли под то, что вам дается, чтобы вы заучили. Здесь простые объяснения даются. Знаете, все дело в преподавателе. Не в книжках, не в школе, а в преподавателе. Как преподаватель вам подает материал? Если правила, грамматика, объяснение, писанина, заполните пропуски, вы никогда не выучите английский язык, вы будете делать это очень долго. Все должно даваться в поле неосознанного знания. Понимаете? Я приведу вам пример с вождением автомобиля. Неосознанное знание — это тогда, когда вы не знаете, что есть автомобиль, вы не знаете, что есть дороги, и вы не знаете об этом, что такое в жизни и в мире существует. Осознанное знание — это тогда, когда вы знаете, что да, есть автомобиль, есть дороги, но у меня нет автомобилей и дороги, я не умею ездить, да, я живу в лесу, и там везде ямы, земля, и там вообще нет асфальта. Дальше. Осознанное знание — это когда вы выучили правила, теорию, помните, на тестах сдавали, когда вы начали ездить за рулем с инструктором, и он вам подсказывает медленно, вы вспоминаете, а что этот знак значит, что этот знак значит. Вы представляете, если бы вы взяли часы инструктора, катались с инструктором, выучили правила и остановились, вы бы смогли ездить, вы бы смогли реально сесть за руль и просто прям погнать, и спокойно поехать, без страха, свободно, смело, спокойненько, понимать, где какой знак и так далее. Проблема в том, что английский учат именно так, все останавливаются, английский учат именно так, все останавливаются вот здесь, они знают грамматику правила, вот что-то, что-то помнят, а дальше не идут, потому что так учат. Вы представляете, вы бы, ну да, вы бы выучили теорию и сидели бы дома, и никуда не ехали. Нужна практика, вот она здесь практика, особая практика на неосознанном знании. Когда вы едете, вы накатываете, накатываете часы, вы смотрите, какой знак этот, какой тот, то есть вы выговорите. Знаете, знаете, есть такая теория, аудиологи, кинестеты и так далее, да, вы знаете, что кому-то легче на слух воспринимать, кому-то письменно, кому-то там что-то нужно еще определенное делать. Эта теория, она во многих случаях не применяется, и невозможно ее подогнать под определенное обучение. Например, если вы учитесь, если вы хотите научиться водить автомобиль, вы же не смотрите просто издалека визуально, да, вы визуал, вы смотрите на машину, кто как водит, и вы научились водить, такого же не бывает, правильно? Или, например, вы аудиал, вы слушаете рев машины, она едет, кто-то нажимает на педаль газа, и вы тем самым учитесь водить, такого не бывает, вы должны сесть за руль, вы должны посмотреть, вы должны потрогать, вы должны покрутить руль, вы должны нажать на педаль газа, то есть здесь все каналы задействованы. Английский то же самое, это неверное утверждение, я на слух хорошо воспринимаю, я пишу, нет, нужно тренировать все каналы, абсолютно, и тогда вы выучите в поле неосознанного знания.